До осени прошлого года всё это пространство занимала несанкционированная стихийная свалка. Сегодня же здесь идёт полным ходом строительство. Реализация капитального строительства дома-интерната по линии федерального проекта «Старшее поколение» рассчитана на 2023-2025 годы. На месте пустыря будет возведено многоэтажное функциональное здание общей площадью 6800 квадратных метров. Первый этап у нас идёт общая строительная работа. Это строительство основного здания, полностью возведение, без внутренней отделки, без остекления окон. И подготовительная работа для работников обустройства жилого помещения, то есть, чтобы они жили в бане, строительство забора, ограждение строительного участка. Одновременно с ограждением подводится электричество, устанавливается освещение и монтируются видеокамеры. Подрядная организация, специализированный застройщик «Бастион», с которой заключён государственный контракт, приступила к разработке котлована для заливки фундамента. Работает 8 единиц техники. Котлован у нас возводится сначала до отметок, потом у нас идёт уплотнение котлована в дальнейшем, чтобы у нас нигде ничего не проседало. Это получается для устойчивости здания. В первую очередь, проектировщики, конечно же, учитывают сейсмоустойчивость. Согласно проекту, в центральной части комплекса расположится двухэтажное административное помещение. По бокам трёхэтажные жилые корпуса на 180 койко-мест. Предусматривается 4 лифта, 2 в административном здании и по одному в жилых корпусах. Следующий этап, второй этап, у нас будет полностью здание, внутренняя отделка, застекление окон, благоустройство территории и получается дополнительная кочегарка, водозабор, оттесные сооружения. Всё в новом здании будет адаптировано под потребности получателей социальных услуг и их максимальный комфорт. Жилые корпуса будут состоять из двух местных комнат с отдельными санузлами, а в секциях для инвалидов-колясочников предусмотрены буфетные комнаты. Пока же постояльцам дома-интерната придётся чуть потерпеть в старых зданиях. Вот эти жилые здания, они выдержали два демонтажа, три переезда и только благодаря работникам учреждения они выглядят в нормальном состоянии. Всего проживают в нашем интернате 180 инвалидов, в том числе 24 детей. У нас, конечно, все здания, все корпуса жилые, все хозяйственные, бытовые корпуса все в изношенном состоянии. То есть они были построены в 1959 году в селе Сесердых, потом в 1978 году со всеми постройками вновь был возведён в селе Дерзегаксы. Добавим также, что были промежуточные времена, когда интернат дислоцировался и в местечке Тардан. Конечно же, перемещение построек и время не лучшим образом сказалось на зданиях и их санитарных условиях. Конечно, мы видели проект нового здания и благодаря национальному проекту демографии мы надеемся, что у нас будут уже новые корпуса, новый корпус, соответствующий всем санитарным условиям и требованиям. На строительство нового дома-интерната выделено порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Сдача объекта запланирована на конец 2025 года. Сайгын бірбю Буян Молынгуш Айдана Сенден Май Юрий Кужеге 1224 Село Дерзег Аксы.